Приветствую вас, Марина. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. В какой-то степени, в какой-то мере, то что я скажу вам, наверное, уже будет повторением того, что отвечали вам мои коллеги, но, так сказать, для полноты ответа я должен буду эти моменты затронуть. Также я хотел бы обратить ваше внимание на некоторые аспекты, на которые мои коллеги внимания не обратили, которые не посчитали в нужном раскрывать. И надеюсь, что вы для себя сможете определиться с тем, что делать дальше. Для начала ваш такой запрос к психологу – это подсказать, что значит. Я так понимаю, что значит то состояние, которое вы описываете. Я бы сказал, что это классическое проявление истерии. То есть вы хотите находиться под контролем, под надзором других людей. Вы привыкли полагаться на других людей. Вы привыкли опираться на других людей и, соответственно, лечившись своего отца. Вот вы потеряли, как мне кажется, некоторую опору и заменяете эту самую потерю теперь врачами, лечением и так далее. То есть это, можно сказать, такая вот болезненная, что ли, потребность во внимание. То есть вы нуждаетесь в том, чтобы на вас обращали внимание, вы нуждаетесь в том, чтобы привлекать к себе внимание, чтобы чувствовать себя значимой. Притом, что маму и бабушку вы в таком контексте не воспринимаете. То есть вы воспринимаете, видимо, только определенный тип людей. То есть это похоже на бодребность контроля со стороны, ну, людей, со стороны определенного типа, может быть, людей. Так можно сказать вам. Следующее, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Да, вы боитесь смерти. Это правда. Но невольно возникает вопрос. Почему вы боитесь ее? Потому что вы не живете. То есть, по сути, по сути, вот вы, на мой взгляд, не доверяете себе, потому что вы, как сказали, ну, как вы сами сказали, вы обращаетесь за советом. Вот, значит, вы не живете, как бы, своей жизнью, да? Вот, не уверены в себе, боитесь нового опыта, боитесь реализации. Вот. 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 Ходя из вашего. Эм. Как-то я могу сделать такой вывод, что вы не слишком сильно увлечены каким-то делом, вы не слишком сильно увлечены, эм. Ну, какими-то идеями, да, они слишком сильно вас это увлекают, к сожалению. Ну, соответственно, когда у человека нет глобальной цели в жизни, когда у человека нет глобальных идей в жизни, вот, то, конечно же, начинаются проблемы. Проблема, в частности, страх смерть, то есть. Это связано с неким экзистенциальным кризисом. С другой стороны, основание, по которому вы можете бояться смерти, в том числе, может быть, и ощущение вашего собственного чувства. Несвободы. То есть. Эм. Именно. Эм. А зависимость от другого человека, любого, неважно от кого. Порастает чувство незвободы, связанное это как раз таки с тем, что вы не можете самостоятельно принимать решение, и смерть, ну вами воспринимается как проявление свободы, вот, что в принципе является довольно логичным, отсюда страх, свойство связано со смертью, то есть запрет на свободу, невозможность быть свободным, по вашему мнению, конечно же. Следующее, собственно, потеря отца, его смерть, это травма. Вот, это очень серьезная травма, и, на мой взгляд, вы эту травму до сих пор не прожили, то есть вы ее не отстрадали, отстрадали, если можно так выразить. Ну и, соответственно, это очень сильно мешало вам. Друзьями говорите, что не плакали и так далее. То есть мы на это прожилить. Вероятно, вы ее не отпустили до конца срываться. И это очень важный, неприятный момент, на который вам нужно обратить внимание, несмотря на то, что он, ну, неприятный. вот такая вот история. Дальше. Болезнь. Ну, болезнь, как я сказал, является проявлением истерии надежно защищает вас от того, чтобы что-то делать. надежно защищает вас от той вот болезненной скорлупе и свободе, в которой вы пребываете, к сожалению. И, соответственно, вы будете болеть до тех пор, пока вам не будет смысла делать, ну, делать что-то новое. Вот. И, соответственно, именно в этих направлениях, я думаю, и нужно вам работать. вот. Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Так. Значит. Панический адап. Приступы страха, который у вас есть. Фраза, ну, с ощущением невыщущенности. Именно ощущение, именно чувство невыщущенности. связано с отсутствием личных границ. Вот. вот, отсутствием, как сколько-нибудь правил ваших собственных, личных. И, соответственно, это вот, ам, то есть, замечаю. Что нужно, что нужно делать? Сначала, травма. Поработать. Поработать. Проработать, точнее. Чтобы вас это не беспокоило, чтобы вас это не травмировало. И, соответственно, после этого уже смотреть, что делать дальше. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Отдельным пунктом хотелось бы сказать про маму и бабочку, что именно их, скорее всего, поведение вы копируете. И многие идеи, многие модели поведения, как бы копируете, к сожалению, у них. То есть, помимо проработки. Ага. Травмы, помимо проработки. Травмы. Очень важно смотреть на взаимодействие, значит, вас и, ну, ваших мамы и бабочки для того, чтобы наиболее адекватно выбрать свою модель поведения, которая устроила бы именно вас. Ну, понятно, что как вы совершенно, совершенно справедливо заметили, что вам было бы лучше, если бы вы переехали, но пока вас будет удерживать травма потери папы, я не думаю, что вы куда-то переедете, переедете, честно говоря. Вот такой ответ. Всего вам доброго и удачи. Музыка Музыка Продолжение следует...